Всем привет! У меня немножечко пустых банок. Это начало мая. Покажу быстренько, не буду долго вам тут болтать. И начну я вот с такого спрея. Я самая. Мне кажется, их уже не выпускает, поэтому долго я говорить не буду. Я его брала на супер-пупер скидки когда-то. Очень вкусно пахнет, очень классный, но у него как бы распылитель такой себе. Прям вот он плюется. А так прикольный, приятный. Я люблю такие, как термалка, как, ну, я не знаю, там на глиняную маску сверху. Круто. Я его переливала в маленький такой флакончик с распылителем. Мне нравилось носить с собой. Короче, здорово. У меня даже чуть-чуть еще осталось. Классный, хороший. Рекомендую, если где-то вы еще найдете. Вот такая белорусская штука у меня. Это пэды для лица с мицелляркой. Здесь вот три штучки осталось. Я просто хочу показать вам, как они выглядят. Они такие толстенькие, плотненькие. Я, в принципе, снимала видео со своим уходом. Там про это показала, рассказала. Одного патча как бы можно, в принципе, если не яркий макияж, но в целом двумя патчами я снимаю весь свой макияж. 60 штук стоило что-то очень бюджетно. Круто. Я рекомендую тоже, если найдете. Сухой шампунь Кенсука. Обожаю, люблю. Всегда есть. Сейчас закончились запасы. Надо как-то будет... Какую-то скидку, может быть, поймаю и закажу себе еще. Хороший. Он не оставляет белых следов. Он хорошо держит свежесть подольше. Мне нравится. Дель для душа дав. Вот такой вот с фисташкой и магнолией. У меня сейчас перелит в дозаторе. Очень вкусно пахнет. Он так вкусно пахнет. Это просто что-то нечто. Как такой сливочный, что-то даже как тортик, как по мне. Очень прям приятно. Я такие ароматы люблю. Он такой больше, наверное, зимний, но у меня... Я чередую. У меня манговый гель для душа, вот этот. То есть я как-то... Ну, поэтому мне не надоедает, не притерно. Но кому-то может показаться сладко-притерным. Лактоцит. Мой любимый. Обожаю. Сенситив. Вот именно для чувствительной кожи. Мне нравится все. То есть меня устраивает полностью то, что цена, конечно, дороговастая. Но тут уже что поделать. Пробовала что-то другое. Устала от экспериментов и решила остановиться на нем. Но, может быть, когда-нибудь что-нибудь увижу и буду пробовать еще. Есть сейчас такой же на замену. Вот. Собственно, люблю. Так. Бархатные ручки. Вот этот крем для рук. Я вам просто рекомендую. Попробуйте его. Потому что у него восхитительный аромат. Просто чудесный. Он как парфюм. Он прям вот настолько крутой. Он пахнет таким свежесладковатым. Вот прям вот как... Ну, как реально парфюм какой-то классный. Просто вот запомните, как это называется. Масло шип антенол гиалурон. Я думаю, вот эта вот картиночка тут главная запомнить. Блин, нереально классный. И он очень хорошо питает. Реально руки прям, ну, такие ухоженные становятся. По-моему, на четверочку здесь вот эта у них шкала. Короче, бархатные ручки меня удивили. Вот. Так. Вот такой от Нивея крем для рук. Это с каким-то прополисом. Вообще, не помню, из пятерочки или от культа у меня появилось. Я его домазала на ноги. И очень долго он у меня уходил, этот крем. Так, для лица у меня, значит, закончилась вот эта сыворотка It's Skin с гиалуронкой. Я очень люблю сыворотки эти. Тоже рассказывала, снимала уход свой за лицом. Очень классные, очень хорошие. Она такая прям вот легкая текстура у нее. Она никаких не вызывает раздражений. С ней очень круто работать на микротоках. Короче, вот все, вот все в ней сошлось. И она универсальная. То есть она подойдет на любой тип кожи. И реально какие-то если шелушинки, она уберет. Если кожу стянут, она хорошо увлажнит. Классная, мне нравится. И для лица у меня еще закончился вот такой вот крем Origins. Тоже обожаю. Так он классный. С ним кожа просто сияет, светится здоровьем. Нереально крутой. У меня была в баночке версия. Есть еще они кремовые, есть гелевые. У меня вот все в креме попадается. В геле я, по-моему, еще не пробовала. А может быть была миниатюра у меня. Я уже, ну как-то вот сейчас не отложилась у меня. Но то, что вот это именно и линейка, и вот именно вот эта оранжевая серия, очень крутая. Я рекомендую на такую уставшую после зимы кожу. Очень классно работает. Вот такая вещь у меня от Hyuge. Это у меня была такая внезапная, спонтанная покупка в золотом яблоке. Это бальзам, восстанавливающий для раздраженной кожи. Я не рекомендую. Он, кстати, до сих пор стоит в золотом яблоке на скидке. Он дико пахнет какой-то... Ну, я его использовала весь, на ноги добила. Он, в принципе, даже снимает и раздражение какое-то. Но он настолько ужасно воняет. Он пахнет прям, знаете, вот я тоже где-то рассказывала уже в каком-то видео. Ромашкой аптечной, если вы заварили фильтр-пакет и оставили, забыли про него. Или где-то вот он у вас вот полежал. И вот эта вот аптечная ромашка, чуть-чуть полежавшая, очень, очень фу. Мне не нравится. Я вообще, в принципе, запах аптечной ромашки не люблю. А тут еще... Ну, тут прям написано было, как бы, куда смотрели мои глаза. Но, опять же, на скидку повелась. И мне надо было что-то взять срочно для губ восстанавливающие. Ну, короче, мне понравилось. Так, дальше, что у меня? У меня вот такие я начала ампулы. Это Экрэ, если я правильно читаю. Это ампулы против выпадения волос. Я так понимаю, что с плацентой какой-то. И, что хочу сказать, очень классно, что они абсолютно не грязнят волосы. То есть, это надо наносить после мытья волос по проборам, втирать. И никаких вообще абсолютно... Я переживала, что будут грязные волосы. Нет. Супер. Мне понравилось. Единственное, что нет никакой пипеточки. То есть, вот отломили, да, вот этот верх и все. И можно тут, ну, не знаю, конечно, сильно не порежешься, наверное. Так вот я трогаю рукой. Нету таких сколов каких-то сильных. Но есть опасения. Одну ампулу на одно применение один раз в неделю. У меня целая упаковка, поэтому мне надолго... Ну, как надолго? На курс не должно хватить. Так, дальше. Я покажу свою любимейшую помаду. Просто. Это Catrice. Вот такая. Мат. Деммат. В сотом оттенке. Я не знаю, они есть или нет. Это просто, вот вы понимаете. В моем изобилии помад, чтобы добить вот так помаду. Она на мне всегда, она во всех видео на мне. Реально, она настолько мне подходит. Просто вот идеальный какой-то оттенок. Сейчас она темненькая, на мне смотрится еще круче, чем на блондинке. И она прям вот, ну, классная. И лежит. И вообще вот она такой матовый вельвет, как бы получается. Никуда ничего не скатывается, ничего нет. Это вот прям, ну, имея штук, наверное, 40 помад. И вот я страдать сейчас буду вот по этой. Ну, такие девочки. Мы странные, конечно, создания. Так, еще я выкидываю вот такой. Ну, он как бы закончился. Но я не знаю, может быть, он даже и выветрился. Потому что я не помню, чтобы я им как-то активно пользовалась. Это фиксирующий спрей. Про мейкап. Это ужас какой-то. Я тут его, когда добивать решила, он плюет. Он прям плюет в лицо. Как можно на макияж? Ну, короче. Ерунда мне не понравилась абсолютно вообще. Ругаюсь. Не берите, не покупайте. Если пробовали, это в каких-то коробочках было. Если пробовали, напишите свое мнение. Мне прям интересно. Может, мне какой-то прокованный дозатор попался. Ну, не может такого быть, что так плевалось в лицо. Это караул. Так. Ликорцил. Вот такое вот пропили. Сироп солодки с витамином С. Я периодически купаю солодку. Она очень хорошо гоняет лимфу. 93 рубля стоило в фамилии. Там еще есть они. Я не знаю, как в других, в нашей, в Адлерской, есть. И у меня еще одна упаковка. И еще пойду возьму две. Короче, периодически пропиваю. Мне нравится. Правда, маленький пузырек. Там надо две чайные ложки. Я пью, ну, там как бы столовая. Я две чайные пью. Или, подождите, что тут написано? Так, так, так. Условия, форма. Ну, в общем, я пью по две чайные, потому что я как-то прочитала, и мне так показалось правильным. Да, две чайных. Вот они. Один раз в день после еды. Очень круто. Мне помогает. Классно. Классно-классно очищает, так скажем. Так, вот такие витамины. Это у нас Nature's Bounty. Multi Days с зеленым чаем. Это как бы антиоксидант. Это считаются такие общеукрепляющие, я думаю. Ну, для поддержания штанов, короче, витаминки, мне, в принципе, понравилось. А, С, Д, Е, К, В1, В2, П, В6, В12, фолиевая, биотин, пантеноевая, кальций, железо, магний, цинк, силин, медь, марганец, хром, источник, эпигалоктехин. Короче, хорошая штука. Ну, на весну для укрепления, для общего нормального. Мне понравились, даже не. И хочу вам в конце видео рассказать печальную историю про вот эти вот мои любимые печенюки. Если бы у меня ситуация произошла один раз, я бы, может быть, и, ну, как-то не обратила внимания. Короче, я всем всегда показываю вот эти печеньки и говорю, что они очень вкусные и мои самые любимые. Это действительно так. Но есть одна проблема. Я просто хочу предупредить, чтобы потом на меня не было, так скажем, жалоб. Ну, потому что я делюсь, я как бы рекомендую, а вы потом попадетесь, как я. Да, и скажете, ну, вот Наташка, блин, насоветовала. Эти печеньки иногда бывают ужасного вкуса. Когда у них срок годности, он не вышел, но уже подходит где-то за месяц. Вот эти, допустим, 12-23 выпущены. У них срок годности полгода. Соответственно, где-то вот уже, погодите, полгода ли, по-моему, да, срок годности не более 6 месяцев. То есть, когда вот уже подходит срок, у них меняется запах, вкус и какой-то прям, но не у всех. То есть, это такая лотерея. Вы можете взять нормально, а можете нет. Я вот это вот заметила. Я даже своим девчонкам, ну, это я у себя в подружке брала. Я говорю, блин, я уже откусила. Ну, как бы, менять не будешь, понятное дело. Ну, зачем я не буду их там подставлять особо. Но вот просто знайте, у этих Джейми Пай есть такая особенность. Воняет жутко, невкусно, отвратительный вообще какой-то этот. Но когда они свежие, когда они хорошие, это самые мои любимые печенья. Буду ли я брать еще? Я не знаю, если только внимательно смотреть на срок годности, может быть, это зависит от чего-то еще. Мне вот показалось, что это к сроку годности близко. Не знаю, девочки, я предупредила, поэтому смотрите сами. Все, спасибо большое за внимание, за то, что досмотрели до конца. Пишите комментарии, мне будет очень приятно с вами пообщаться. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока!